Урок 2. Класс модуля. В уроке будет рассказано о том, как правильно описать модуль, а также обязательные методы и свойства класса модуля. Также на примере будет показана установка компонентов, очтовых шаблонов и т.д. Каждый модуль должен быть корректно описан, иначе система не сможет понять, как правильно с этим модулем работать. Для описания модуля используется файл install.index.php. В нем должен быть описан класс с именем, совпадающим с именем модуля. Обязательные методы класса. DoInstall, DoUninstall. Методы добавляют и удаляют модуль соответственно. Также в момент установки удаления могут происходить сопутствующие действия. Создание и удаление таблиц базы данных, копирование и удаление компонентов и т.д. Обязательные свойства объекта этого класса. Идентификатор модуля, модуль ID. Версия модуля, модуль Version. Дата выпуска версии модуля, модуль Version Date. Название модуля, модуль Name. Описание модуля, модуль Description. Все дальнейшие примеры будут показаны на примере модуля Online Consultant. Откроем файл install.index.php. Для корректной установки и удаления модуля необходимы методы создания и удаления структуры в базе данных, а также копирования и удаления компонентов. Они все здесь представлены. Это методы install.db, uninstall.db, install.files, uninstall.files. В самом конце страницы находятся методы doinstall и douninstall. В методе doinstall вызываем функцию установки файлов и установки базы данных. После совершенных манипуляций необходимо вызвать функцию регистр модуль, иначе регистрация модуля не произойдет в системе. В методе douninstall происходят обратные действия. Как видно из кода, все обязательные параметры заполнены. Причем параметры module.version и module.version.date заполняются на основании массива, который хранится в файле version.php. Остальные параметры хранятся в ланг-файлах модуля. Это удобное решение помогает избежать множества проблем с локализацией в случае многосайтовости. Структура папок, в которой находятся ланг-файлы, соответствует структуре, в которой находится скрипт. Механизм хранения аналогичен механизму в компонентах. Если в модуле есть компоненты, после установки их нужно скопировать в папку Bittrex Components, в собственное пространство имен. Для этого нужно создать следующую структуру. Во время установки нужно выполнить следующий код, чтобы скопировать компоненты в рабочую папку. Первый параметр, откуда копируем. Второй параметр, куда копируем. Третий параметр позволяет заменять файлы. Последний параметр копирует рекурсивно все каталоги. В случае, если функционал модуля предполагает добавление агентов для обработки каких-либо задач, необходимо дописать следующий код. Первым делом необходимо написать функцию, которую будет исполнять агент. При установке и удалении решения нужно добавлять и удалять агент соответственно. Для добавления напишем следующий код. Также необходимо не забывать про удаление агента при удалении модуля. Функция InstallEvents проверяет существование типов почтовых событий и если не находит, то добавляет их. Функция UninstallEvents удаляет почтовые события и шаблоны. Допишем вызов функции InstallEvents во время установки модуля. Также допишем вызов функции удаления событий в момент удаления модуля. Необходимо создать папку InstallEvents и в ней разместить файлы добавления и удаления событий в setEvents.php и delEvents.php. Рассмотрим файл добавления событий. В файле происходит определение языка сайта и создание типа почтового события, а также почтового шаблона. Вся работа производится с помощью API 1S Bittrex. Перейдем к файлу delEvents.php. В файле происходит удаление типа почтового события и почтового шаблона. В случае, если вместе с модулем устанавливаются гаджеты и JavaScript, происходит установка файлов следующим образом. Так как у нас этого функционала нет, эти строки закомментированы. Часто бывают ситуации, когда необходимо создать свою страницу в административной части. Обычно это требуется для импорта и экспорта, а также для работы со списками данных. В нашем случае это страницы со списком пользователей и их последними сообщениями. Страницы хранятся в папке admin-модуля и копируются в папку bitrex-admin. Поэтому необходимо давать имена скриптам с префиксом, однозначно идентифицирующим модуль. Для установки страниц в административный раздел мы используем нужно выполнить следующий код. Создаем файл с префиксом, равным имени модуля и подключаем в нем файл со страницей. Также не забывайте удалять административные скрипты при удалении модуля. Добавление нужных пунктов в административное меню производится с использованием файла меню php, который располагается в разделе admin-модуля. Пример массива для добавления страниц в меню. Альтернативным вариантом добавления является использование события onBuildGlobalMenu. Заходим в список решений и видим там неустановленное. Устанавливаем решение. Перейдем в Bittrex Admin, чтобы убедиться, что установка прошла корректно. Проверим наличие компонентов в Bittrex Components. Все на месте. Также проверим, создались ли таблицы в базе данных. Модуль установлен корректно. Заходим в список решений и видим установленный нами модуль. Удаляем его. Проверим, все ли удалилось из Bittrex Admin. Просмотрим папку Bittrex Component. Компоненты остались, так как их удалять не нужно. Они должны сами обрабатывать отсутствие модуля. Таблицы удалились корректно. Стандартные модули спрашивают, сохранить ли таблицы при деинсталляции модуля. Это может быть важно для пользователя, если он не хочет терять данные и позже заново установить модуль. Продолжение следует. Продолжение следует.